Так, дорогие друзья, проблема приобрела просто кричащее уже значение, поэтому приходится рассказывать, обращаться и рассказывать, как оно должно быть. Был такой знаменитый литературный герой грузинского эпоса, который сопротивлялся проклятому царизму и звали его Дата Таташхи. В свое время был отличный сериал, старое доброе время. Так вот, у Дата Таташхи было правило конспирации, звучало оно так. Если тебе назначили встречу, приди на нее за сутки раньше или за сутки позже. На сутки позже всегда останешься живым. Вот ровно это правило надо использовать в отношении наших позиций или результатов обстрелов российскими войсками наших городов и позиций. Но я понимаю, что всем хочется сказать срочно, что сфотографируйте, сказать, вот смотрите, упало и взорвалось, боже, какой ужас. Но этим самым вы просто облегчаете противнику его работу. Потому что из каких этапов состоит огонь, ведение огня? До разведка, определение объекта, до разведка цели. Беспилотники присылаются, шпионы приходят, снимают, это все наблюдают. В том числе и в Киеве, в том числе и во Львове. Если вы думаете, что во Львове, в Киеве, в Ивано-Франковске не шпионов, вы очень сильно ошибаетесь. И наводчиков. Потом идет удар, потом корректировка, потом важнейшим этапом является определение последствий ударов нанесенных. Потому что в зависимости от этого подбирается тип боеприпаса, его снаряжение, тип вооружения, из которого будут привестись первый, второй и последующие обстрелы. И вот как раз оценка результатов удара является важнейшим элементом. И вы ее страшно облегчаете делать противнику. Вот просто те, кто снимает и выкладывает, заслужили уже боевые награды в Российской Федерации. Спасибо вам за это большое. Еще раз, когда вы снимаете последствия, это уже никогда все произошло и уже не страшно и можно снимать. Это важнейший этап нанесения нам огневого поражения в нашем войске. Поэтому категорически запрещается снимать результаты ударов до того, как разобрали спасательные службы. Все, что там происходило. И нельзя определить реальные успехи противника. А лучше вообще не снимать. Можете снимать, но не выкладывать, не пересылать. Если вам надо для истории, для потом и так далее. Но если уже совсем не втерпешь, вы ждете не менее чем сутки после нанесения удара. Когда ситуация на месте удара радикально изменится. Или изменится так, что противник не сможет точно определить эффект этого от огня, который он произвел. И тогда выкладывайте. Более того, оно уже не актуально. Более того, там уже поменяется смена дежурная. И как все они, они будут загружены, замучены. И им будет не до того, чтобы передавать по смене результаты ударов и так далее. Сутки выдержите, и вы собьете противнику эффективность его действий на много-много десятков процентов. Сутки. Сутки после. Вот очень простое правило. О наших военных на позициях не снимайте вообще. Если вам очень хочется снять военного, сфотографироваться с ним и так далее. То выберите стенку, на которой никаких привязок нет. Снимите геолокацию с видео и с фото. Это очень просто делается. И сфотографируйтесь и передайте привет. Все. Потому что каждая ваша фотка, каждое ваше видео выложенное, это, считайте, убитые военные, убитые мирные жители, убитые спасатели, которые приехали спасать. Особенно это касается работы спасателей. Нанесли удар, ай-яй-яй-яй, попали. Мы дружно все выложили, сняли, написали, куда попали, какие последствия и так далее. И написали, что туда приехали спасатели. Так вот, по этим спасателям нанесут удары по скорой помощи. Потому что это классика. Коробочка называется. Сначала удар, потом подошла помощь, и по ней снова удар. И вы способствуете этому второму удару, когда все это выкладываете. Коллеги, прекращайте. Вы убиваете своих. Вашими фото и видео. Не делайте этого. Сутки минимум. Без геолокации, без привязки. Хотите снять, сняться с военным, снимитесь на фоне стенки или фона украинского флага лучше. Где невозможно определить, где вы с ним снимались. Все. Продолжение следует...